30-летний труд графа Ценцендорфа Он кончил этот университет. Помните, я говорила, как он обратился к Богу в картины галереи, когда смотрел на «Распятого Христа», а там была подпись «Я это сделал для тебя, а что ты сделал для меня». И он целый день стоял перед этой картиной. К тому же картина была так высоко, что он как на коленях стоял, взирая на неё. Она в сердце его вошла, и он отдал своё сердце Богу тогда. Ему было тогда 19 лет. Он только кончил этот университет, и 19 лет было его обращение. И он всю свою жизнь отдаст на служение Христу. И он ещё не будет знать, как. Но Бог пошлёт к нему беженцев из Чехии, маравских братьев, последователей Анагуса, которые будут беженцами, будут просить убежища в его имении. А он, будучи уже обращённым человеком, то есть Бог подготовил его сердце, сказать «да», и он даст им место. Гернгуд – это часть имения его. Гернгуд – это Бог, Гуд, хижина, хижина Бога. Оттуда миссионеры потом пойдут. Оттуда миссионеры пойдут. Да. То есть это всё совершенно удивительные дела начнутся, гернгудское движение. Так вот, он организует эту церковь, значит, его обращение, и потом он женится. Его женитьба тоже очень интересна. Да, она была очень красивая, красивая женщина, но женился он на ней не за красоту, а за то, что она стала, сразу она стала замечательной его помощницей во всём. И вместе они созидали эту общину. Неужели я не привезла вам эти замечательные картины? Там портрет самого Сенцендорфа и его жены, и этих первых миссионеров. О, слава Богу. От него песня осталась. Мы поём эту песню в сборниках, в таких больших сборниках наших. «Бог, спаситель мой, будь всегда со мной». 70-е номер песни. Это текст Сенцендорфа. Ну вот, вот он сам. Это написано «Богатый правитель, который сказал Господу «да». Помните, был богатый юноша, который… Да. А этот, который сказал «да». Вот это его Дорофея, Доротея, жена его. Она именно станет помощницей во всех его делах организационных. Он не просто даст жизнь там, но жить там. А это вот чудесные… Вы помните, я рассказывала, как они себе продали в рабство, чтобы проповедовать в Африке. Вот это конкретные лица, вот это столяр. В общем, какие-то два ремесленника. Миссионеры против ужасных неудач. Вы помните, они пойдут по призыву этого негра Антона, а он сбежит. И они всё равно будут продолжать путь, потому что они дали обещание не ему, а Богу. И там встретят дружелюбную его сестру, которая будет им помогать во всём. Вот видите, вот эти потрясающие люди. Но это будет не сразу. Сначала пять лет пройдёт, когда они будут строить дома, наложить свою жизнь и ссориться. Створиться из-за топора, пилы, я не знаю, кусочка земли, ну, по-бытовому. Пока не начнётся у них столетняя молитва. Это будут христиане, но просто посаженные вместе, без общего дела, без общего Божьего дела, они начинают, ну, как люди, трения какие-то. Ты моё что-то взял, а ты мне что-то не вернул, а тут наши дети перезрались. Жизнь, да. Ну вот, первые пять лет община росла, достигло 300 человек. Но они были разрознены, между ними возникали раздоры. И в этой обстановке Цинцендорф, фактически он тут стал руководителем. Сначала просто он место предоставил, они нам стали строиться. Тут он включается как руководитель. Он начал молитву о пробуждении. И 12 мая оно пришло, вот это через пять лет. Христиане пылали новой жизнью и силой. Всё место истинно являло собой видимое присутствие Бога среди людей, говорил граф. В Гернгуте началась круглосуточная молитва, которая без остановки продолжалась и сто лет. Уникните в это дело. Великие дела может делать человек, вдохновлённый Богом. Она начала с того, что 20 мужчин и 24 женщины дали обед молиться один час по расписанию, где бы они ни были. Они изливали свои сердца перед Господом. В 1792 году, то есть за 65 лет, маленькая маравская община выслала 300 миссионеров во все концы земли. Молитва поддерживала огонь евангелизации. Молитва, а не деньги. Все Гернгуты были хорошими ремесленниками и поддерживали себя сами. И первым показали пример вот эти Добер и Нишму. Показала их портреты. Они были так уверены в своём призвании, что их не смутило предательство Мавра Антона, который их же направил в свою страну, потом сбежал. Они опирались не на поведение негодного человека, они опирались на слова Господни. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. То есть он всё Бог сделает. Что Бог начал, то он, конечно, совершит. Их настойчивость стала известна даже королю острова Святого Фомы. Этот остров стал для них... Они-то прибыли, но он стал для них не гаванью, а полем боя, духовного боя. Первые, кому пошли гернгутские миссионеры, были жестоко эксплуатируемые рабы, потом прокажённые, потом дикари-котентоты. Они же были первой церковью, которая систематически искала спасение евреев. Оценили это, да? Вещь презираемые евреи. Они среди них работали. Их труд был нацелен на самых привитивных, вырождающихся, на которых никто не обращал внимания. Весли встретил их, когда они ехали к индейцам в резервацию в Америке. Граф провожал миссионеров таким напутствием. Не ставьте своей целью обратить все народы. Ищите тех, кто жарит истины, кто, подобно эфиопскому евнуху, кажется готовым признать, принять благую весть. Не термитесь все народы обратить. Ищите того одного, кто... Позь мы говорили, обращаешься к большому количеству народа и смотришь, кто там твой брат. Мало. Они не смущались этим. Вы должны идти прямо к цели и сказать им о жизни и смерти Христа, а не говорить с ними о богословии. Прямо и сказать о жизни и смерти Христа. Моравские братья искали увеличение Царствия Божия, а не своей деноминации. Ревностные христиане в церквях Европы и Англии молились за них, поддерживали их и высылали добровольных на миссионерских путь. Гимн их. Они пели гимн. Послание Христа. Знаешь ли путь, которым идешь? Он ведет в пасть смерти. Он выслан тернами и горем. Вот так-то они понимали. И жизнь в этой общине была совершенно необычной. Я вам немножко сказала про это. Я повторю просто эти моменты. Это у меня любимейший материал, о котором рассказывать. Богослужения стали великим наслаждением. Они длились обо 12 часов в воскресный день. Это наслаждение было пребывать среди братьев, сестер с Богом в присутствии Его, воспевать Его, слушать Слово Его. Подъем в 4 часа. Молитва. Труд с 5 часов. 12 часов труда в обычные дни. В 10 вечера молитва и проповеди до ночи. Спали по 4-5 часов. Высыпались. Здоровы были. Исповедание грехов. Взаимное назидание в группах по 2-3 человека. Что стоит на твоем пути? Потом у них была заведена молитва на горе. Поднимались на гору, где были особенные молитвы. Пробуждение среди детей началось. И вот это же браки по жребию. Я рассказала вам. Чего? По жребию. Браки по жребию. Они принимали жену и мужа из рук Господа. Они по своим влечению своего сердца и глаз. И это были дивные браки. Вы понимаете ли, вера – это основа вообще всей жизни. Они верили, что Бог приятного на это и не нажимал. Да. И поэтому они принимали с полным доверием. Вы знаете, что? Даже когда брак совершается в церкви и по выбору твоего сердца, его успех зависит только от того, какая вера твоя. Понимаете ли? Потому что самая красивая красота, к ней привыкаешь. Красоту слезать не нужно. Красота назначает. И в характере возникают колючки. И в жизни возникают термины. Но когда ты веришь на значение брака, что это Божье дело, и что это труд, данный тебе, это пост, который тебе дан, ты не можешь бросить его, как солдат не можешь бросить свой пост. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Признаки пробуждения, признаки вот веры, любовь к кресту, к его слову, к верующим и к неверующим. Ты любишь неверующих, тебе жалко их. Ты любишь верующих, потому что это братья твои, сёстры. Последствия пробуждения. Последствия пробуждения. Тебе ничего в жизни не делается дорогим. Ты отказываешься от денег, славы, родины. У тебя то место, куда тебя Господь послал, там и твоя родина. Результаты пробуждения, евангелизация. Появляются детские дома, школы, спасаются дети, поколение спасается. Граф старался собрать всемирное объединённое братство. У него такие успехи были с этими гернгутами, что он хотел собрать единое всемирное братство из беженцев различных динаминаций. Он использовал разумную дисциплину Диана Амоса Каменского. Каменский в это же время жил, знаменитый педагог. Он увидел в этом авторе общее понимание со своими уставами и пониманием спрятанного горчичного семени. что горчичное семя, ну, то есть, когда в человеке есть горчичное семя веры, то его можно пробудить, его можно вырастить. И он вот верил в это, что можно вырастить. Если бы вера ваша была горчичное зерно, помните, вот Христос сказал. Вот. Ну и это объединённое братство имело первое общее причастие исповеди и отпущение грехов. Молитву за себя, за братьев, всё ещё преследуемых. И были праздники любви, когда после... Праздники любви — это когда после собрания оставались люди для примирения. Люди, у которых всякие были эти. Оставались для примирения, да. То есть, оставались специально, желая примириться. И примирения, конечно, происходили. Вот. И граф организовывал пищу для всех них. Впоследствии такие праздники делались по случаю дней молитвы и проводов миссионеров. У графа были особые убеждения о миссиях. Он говорит так. Дух Святой сначала оживляет религиозные чувства в человеке, а потом посылает к нему миссионера. Человеку не надо говорить о Боге. И так все знают, что Бог есть. Бог есть, все знают. Надо говорить о Христе. Вот центр. У Генгута была осознана целая система групп по возрасту, полу, семейные, одинокие. Он создал сборник текстов на страже для ежедневного чтения. Знаменитые маравские гимны. От гуситов пришло около ста гимнов. Они переведены на 90 языков. Граф написал 33 гимна. Маравские братья вдохновили создание будущего, в будущем лондонского миссионерского общества. Это баптисты уже организуют. Они повлияли на Вильяма Керри и баптистскую миссию. В 1818-м они начали миссию среди прокаженных в Южной Африке. А в 1900-м году организовали церковь в Гренландии. В общем, понимаете как? Это что-то очень великое. И при том, что они первые миссионеры, так они и связаны с миссионерским обществом, баптистским, о котором будем потом говорить в 1792-м году. И как-то забывают обычно даже, что до них за много лет были вот эти миссии Гернгутов. Они не создали, это не была какая-то организация, вы видите, как они высылали по молитве, по нужде, по откровению. Вот. Но факт тот, что они были первыми, и они осеменили, оплодотворили, возбудили веру в очень многих, и повлияли в том числе и на баптистскую организацию миссионерского общества, и на посылку первых миссионеров. Это обычно не указывается в учебниках, вот эти вот связи. Так, ну понятно это? Значит, проследим. Первое, это благочестивые пожелания Шпеннера. Шпеннер получил свои убеждения в молитвные группы в Голландии. Молитвные группы стали образовываться сразу после вот этой войны 30-летней, вскоре после нее. Шпеннер возбудил дух Франке, который, имея материальные средства, в городе Хал целый район сделал вот на служение Богу. Детские дома, школы, больницы, университет. Это второй этап. Третий, Сенсендорф, который у себя принял Гернгутов, Моравских братьев. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!